приветствую соратники всем привет из германии хочу поделиться своим опытом так что у нас тут имеется я поперекровала разные катушки разным сечением тут четыре тут например полтора здесь у меня два с половиной вот эти работают хуже но их диаметр как бы меньше при том вот это вот с маленьким полтора сечением работает немного лучше чем вот это два с четырем четырьмя и при том что здесь даже диаметр немного меньше ну в общем они примерно похожим диапазоне работают потом вот эти тоже работу с похожим диапазоне здесь разница в витках и в толще в этом сечении провода здесь два с половиной здесь полтора но большой разницы я тоже не заметила диаметр примерно похож более мощные катушки вот эти с самым большим диаметром здесь двадцать семь витков 27 здесь у меня по-разному то по 18 какая-то из них 16 до 16 до 18 до 18 большую разницу тоже не сказать что есть так здесь 4 квадратных миллиметра здесь полтора сечение разницы в работе сильно я не заметила диаметр похож а мне нравится чисто вот это даже больше с полтора здесь 27 витков здесь 18 витков что я могу еще сказать вот как-то энергетически что я даже не знаю каким странным ощущением вот это вот мне больше нравится нагревается она конечно быстрее чем это но нагревается незначительно где-то полчаса работы она на 36 там можете не знаю 38 градусов нагревать я не мерил он так по ощущениям рукой можно без проблем дотронуться приятной температуры а вот здесь место и такая же кстати как я только не пробовала соединять катушки друг с другом которые с одинаковым диаметром они не работают я права разные вариации если я беру уложу маленькую катушку на большую соединяю тоже разными вариациями работает но работает немножко хуже а вот что еще так как мы катушками пользуемся уже кое-какое время нам мы кое-что заметили заметили интересную вещь такие кристаллы рассеивают очень хорошо поле ну или вот этот вот скажем так поток аргона рассеивается через эти кристаллы через магнит также а теперь ну не так же но примерно в ту же сторону теперь если мы берем такие оформленные кристаллы да с гладкой складка игра как сказать ой боже мой русский все забываю так складка поверхности да такие вещи накапливают в себе аргон они не распыляют его в разные стороны они чисто в себя накапливают поедать но не поедают просто как батарейки накапливаются а вот потом конечно можно такими над шариками заряженными например делать маша массаж и прикладывать себе куда-нибудь я думаю тогда будет очень хороший эффект но они не распыляют еще раз повторяю да как вот такие камни потом что еще мы заметили если брать такие какие-нибудь банки склянки из дешевого стекла ну или вот такой кувшинчик да тогда такое стекло блокирует поток в какой-то степени поток аргона через него плохо заряжается вода если брать кристалл которым пользовались наши предки отлично заряжается очень быстро и долго кстати держится аргон именно в такой воде если кристалле оставить а потом что еще если нету кристалле хрусталя кристалл говорю хрусталь если нету хрусталя можно вот такие боросиликатные колбы или ну вот что они тоже очень хорошо пропускают аргон вот теперь к самому эксперименту у меня тут инвертор 1000 ватт он сейчас немножко подоряжается так я хочу сначала подключить его подключить плитку прям подключила напрямую к катушке мне подключен утюг у меня подключен чайник подключена лампочка утюг и чайник они где-то два киловольта лампочка там незначительно по-моему один вот она чисто для индикации теперь включаем быстрее включаем я ставлю на 1000 на 1000 здесь 1000 берет ритка все работает утюг работает чайник включен лампочка берет или нормально вот Na1000 Если я уменьшаю на 800, уберет плитка также 1000, ничего не изменилось, но при этом начинает мигать лампочка и происходят такие сбои, сбои провала, тоже в питании. Такими импульсами, значит, работает у нас от хозяйства, лампочка мигает, опять беру на 1000, ставлю, не меняется расход и перестает мигание. Вот это очень интересно, все работает, чайник работает, утек работает, лампочка тоже работает. Теперь я включаю это все дело через конденсатор, конденсатор здесь 80 микрофарад. Включаю опять плитку на 1000, что мы тут видим, конденсатор, он снижается потребление на 600 примерно, на 600. Здесь мы его в 1000 поставили, горит у нас ключик, включим этот чайник, а лампочки еле-еле. Если я сейчас не получу, например, чайник, лампочка будет гореть очень хорошо. Но и без лампочки войдемся, а оно все же все-таки работает. Здесь 1000, еще раз повторяю, здесь у нас 600, около 600 потреблений. Теперь я делаю опять на 800, и мы начинаем вновь видеть. Вот потребление, кстати, не уменьшается, оно остается примерно такой же, но и как оно может уменьшаться, если уносится на 800. Так, идут опять эти сбои, амиганные лампочки, амиганные лампочки все так периодически подключаются. Так что вот, работает все на 600, если мы ставим плитку на 1000. Так что вот, чайник сейчас вот еще закипит, утюг греется, тоже уже горячий, чайник уже начинает потихонечку шуметь. И вот, да, лампочка еле-еле на нее не остается. Как-то вот так. Всем добра! Надеюсь, информация была полезной. Что еще хотела спросить? Я бы очень хотела питание инверстора подключить, подключить потушки. Но вопрос большой, перегорит ли вот эта штучка, инстагнатор, я вот не знаю. Если кто знает, буду благодарна, если ответите, тогда я попробую, рискну. А так, всем привет, добра, давайте, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok